Человек, который наездил, наверное, в дохренище, короче, раз за Спартак по выездам, узнаем, сколько раз он был в Питере, узнаем, какие были из Питера. Скажи мне, сколько у тебя выездов за Спартак? Больше 200, в Питере, наверное, был раз 18-19 именно в футболе. Я, насколько знаю, ты принес подарок. Сейчас мы увеличим. Я предлагаю разыграть через твой твиттер. Карера идет на трибуну, Карера не идет на трибуну. Там такой хайп подняли, такой шум. А ты будешь еще позаводить? Конечно. Друзья, не знаем, как закончился этот матч. Мы сейчас снимаем в центре Москвы, идем в Ракию Бар, встречаться с Колей Угодником. Многие знаете, Угодник, он тур в Твиттере. Человек, который наездил, наверное, в дохренище, короче, раз за Спартак по выездам. Узнаем, сколько раз он был в Питере, узнаем, какие были истории в Питере. Короче, смотрим, поддерживаем лайками. И самое главное, по промо-коду ДНИФРАТА ровно неделя с момента выпуска видео вы получаете скидку 15%. Дальше 10% по карте Фрадери, как обычно. Короче, не буду вас грузить, я пошел Коля. Вы смотрите, не переключайтесь. Сколько у тебя выездов за Спартак? Ну, вообще за Спартак больше 200. Прошлой весной 200-й отмечали. Ну, после этого прибавилось, я думаю, еще выездов 15, наверное. Отбросим хоккей, там, баскетбол, там, сборную. Сколько раз ты был в Питере? Ну, в Питере, вот я всего, ну, езжу с 97-го года. Это получается где-то 22 сезона, да. Но в Питере, наверное, был раз 18-19 именно в футболе. Смотри, у нас сейчас, сам, наверное, знаешь, такая есть тенденция, сейчас ребята подросли у нас на секторе, да, то есть, если, там, 10 лет назад мне было, там, 17 лет, да, я начинал ездить на футбол, там, ну, так скажем, уже активно, да, более-менее по выездам. Ребята, которые сейчас приходят на сектор, парня не в обиду никому, но им сейчас, там, условно, 18-20 лет, то есть, 10 лет назад они, в принципе, не понимают особо ничего. Ты начал ездить с конца 90-х. С конца 90-х, да, в 98-м году был первый Питер. И вот последний того Питер был в этом сезоне, когда мы сыграли 0-0. В сентябре, да. Скажи мне, пожалуйста, наверное, какие-то адовые истории, что вообще происходило, начиная от и до, и как изменилось вот это вот противостояние фаната, да, который приезжает в Питер, либо встречает зенитовцев в Москве. Я тебя понял, да, наверное, немножко долгий монолог такой будет, но смотри, значит... Ну, нарежем, ты же знаешь, мы умеем, да? В 98-м году первый выезд мой в Питер, он как раз пришелся после знаменитого «Щелчка». «Щелчок» — это была, ну, известная битва, известная битва 1997-го года на «Щелковском СССР», когда приехало из Питера около 600-700 фанатов местного клуба. Соответственно, наши порядка 200-250 человек встретили их и полностью разогнали, как бы там, кто вступил в бой со стороны, бомжей там получили травмы и так далее. Вот, поэтому выездил с 98-го года, все ждали с некой с опаской или с интересом, вопрос тоже не стоял ехать-не ехать. Значит, подогревало все это дело, была такая передача, у нас сейчас есть, но уже как бы она вошла в интернет больше, как футбольный клуб с Василием Уткиным, когда он приехал. Футбольный клуб! Да-да, приехал, накануне он матча, там, дня за два в Питер и указ спрашивал, как вы, типа, ждете спартачей? Ну, по настроению было, что да, мы ждем, но если они себя будут нормально вести, то мы ничего не сделаем. То есть на щелчке людям дали пизделей, условно, огромных, да? Спрашивали, как вы будете ждать здесь спартачей? Да не, но если они будут себя нормально вести, то мы ничего не сделаем. Но все равно как-то опасность была, потому что кто-то где-то говорил, что кулуара, что интернета не было, что типа там будут нас ждать, себе поездочать с дубинами и так далее. А в целом как прошло? В целом я приезжаю в 5 утра или в полшестого утра в Питер на вокзал, выхожу, стоят наши взрослые мужики, у них на ногах вот здесь вот висят бомжовские розетки повязанные. Я понял, что все нормально, город контролируется. Город зачищен, да, нашими бойцами. Мы гоняли следующим способом, ну, лично я и там многие еще люди. Короче, тема такая, садишься на собаку Москва-Тверь, выходишь в Твери, ну, где-то собака там в 3-5 часов вечера шла, в Твери где-то ты полвосьмого, гуляешь часик полтора на вокзале, 21.02, прям запомнил это время, приходил поезд Арктика, Москва-Мурманск. И люди выходили покурить, ну, знаешь, какая-то на платформу, да, там стоянка в Твери была минут 10, наверное, да, и просто с этими людьми мы заходили в поезд, без всяких билетов, без всего, ложились на свободной полке. Он почему-то всегда ходил полупустым, даже в сезон. И все, и самое главное дальше было выйти на станции Малая Вишера. Это где-то часа через 4, откуда уже шла первая, не знаю, в 5 утра собака на Питер. Вот такая была схема, потом, естественно, пошли это уже... Сейчас, мне кажется, мало кто может себе представить, только, знаешь, какие-то есть ребята некоторые, до сих пор гонят автостопом, там, на выезда, либо также на собаках. Ну, да, да. Но, мне кажется, сейчас это вообще неплохо. Сейчас все уже, да, сейчас ушло в зону комфорта уже поезда, самолеты. Теперь мы снимаем с трибуны, поэтому, если кадры с трибуны вас запрут и в целом выпуск вам понравится, поставьте лайки, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я пока ехал на футбол, я прочитал, наверное, 10 новостей о том, что Каррера идет на трибуну, Каррера не идет на трибуну. Каррера приехал сюда к друзьям, как бы, насколько я и знаю. Ему там руководство предложили помыть мяч в центре, на что получили отказ. Придет он, не придет, там такой хайп подняли, такой шум. Слышал, Каррера должен был прийти сегодня на футбол? Да, слышал. Он не придет сегодня. Почему? Он будет на центре, а не у нас. Ну, подожди, может, перейдет. Может быть. Может, спишется. А ты будешь еще позаводить? Конечно. Обязательно. Я с радостью. Там уже, да, там доходят абсурд, какие-то деньги от представителей Каррера, кто-то получает. Кстати, скажите, где получить, если что. Ребят, если вы знаете, где забрать бабки, где забрать бабки, блядь, мы с удовольствием их заберем. Да, вы только скажите, где, я бы не против. Завтра футбол по выпуску уже футбол прошел. Мы реально сейчас не можем предположить. Ты как думаешь, как мы сыграли уже? Если сейчас ребята, смотри, как мы уже сыграли. Я думаю, 2-1-3-1 победили. Выбирали. Я, наверное, буду таким более оптимистом, а может быть и скептиком. Я вообще что-то сейчас за слова я сказал. Но я поставлю на ничью 1-1. Хотелось бы, конечно, выиграть, но у нас же много игроков будет отсутствовать. У нас будет отсутствовать много игроков, но у них тоже трабла. У них там, видишь, Иванович вроде как... У него там у них что-то подломался на последнем матче. Иванович в раздевалке подрался с Дзюбой. А Дзюба до этого дал кому-то пизды, я тоже слышал. Не слышал, нет? Ну там у них, короче, тоже цирк. Ну да, поэтому сейчас непонятно, что... Субтитры подогнал «Симон» 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 Всем спасибо, всем удачи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»